Я хочу начать с очень короткого повторения Основное содержание о том, чему была посвящена предыдущая часть моего вступления Я продолжаю первую лекцию, это будет вторая половина первой лекции В первой половине лекции я рассматривал два основных вопроса Первый вопрос я рассматривал, вопрос о том, на что опирается и что пытается сделать этот курс Я говорил, что это моё субъективное мнение о том, как можно соединить данные теории, результаты Нескольких разных наук, которые обычно относят к гуманитарным и обычно относят к естественным Я предлагаю во многом считать, что границы нет Но вы знаете, вот сейчас в последних номерах научных журналов, которые я буду по мере сил вам стараться как-то осветить Я читаю об большом открытии израильских учёных, которые нашли непонятные, повреждённые при пожарах и так далее Отрывки какого-то неизвестного текста на древнееврейском языке То есть, если бы понять, какие там знаки, то дальше можно читать Язык известен, известна письменность Но оказалось, что можно это делать с помощью компьютера Вот появились статьи по новой науке Компьютеризированная археология Одному израильскому учёному удалось составить программу, по которой получается воспроизведение обрывков текста Неизвестного, не читающегося текста, полусгоревшего Находят трёхмерное изображение По этому трёхмерному изображению Несколько разных программ Которые, собственно, были разработаны для компьютерной биологии Но сейчас вот применены для этой цели Несколько программ сумело после длительной работы Воссоздать текст Почти восстановили все несгоревшие части И оказалось, что это один из самых древних текстов Которые представляют собой запись части еврейского пятикнижия То есть такой существенной части древнееврейской Библии Поэтому это очень интересно С одной стороны, этот текст не даёт ничего нового Но поскольку мы хорошо знаем текст Библии Эта компьютерная программа работает правильно Мы практически доказали Что трёхмерное изображение Обработанное Очень сложной комбинацией программ Эта компьютерная задача исключительно трудная Но она решена И в Израиле сейчас будет готовиться работа По попыткам прочтения разных других текстов Ну а в других странах пока об этом только популярные сообщения И обещания, что дальше будут расшифровывать то, что интересно современному человеку Амулету, любовные записки В общем, какие-то тексты, которые без трёхмерного изображения трудно понять Просто по первым знакам Вот это пример того, что соединять нужно Такие компьютерные и вообще математически точные науки Которые обычно считают естественными И гуманитарная археология сейчас Уже не будет мыслиться вне возможных компьютерных приложений Но я не просто хочу, чтобы все выследовали научные моды Я хочу, чтобы вы понимали, что необходим стык разных занятий И кроме того, я вовлекаю в свои рассуждения Некоторые результаты религиозной и противовелигиозной философии И различные виды искусства Всё это я пытаюсь обозреть Исходя из главного принципа Открытого нашим вернадским и великим французским палеонтологом Тайар де Шарден Это принцип, по которому человечество создаёт вокруг себя ноосферу Сферу разума Значит, моя задача Наметить возможные мне открывшиеся Но вы можете со мной не соглашаться Я буду излагать свои субъективные взгляды Вероятно, буду делать много ошибок разного рода И не все науки мне доступны И часть будет дилетантских соображений Так что я призываю вас критически ко мне относиться Вот это содержание первой половины того, что я успел сказать раньше Дальше я остановился на вопросе о том Что нужно при этом верить Что некоторые очень специальные познания Могут иметь общий существенный смысл Что не надо бояться Я буду упоминать вам о некоторых очень древних явлениях О том, что было несколько тысячелетий назад И это я буду делать, понимая, что это не просто уход в древности А в каком-то смысле, наоборот, близко к современности Я приводил как пример расшифровку одной пренаписанной записи Нот к музыке, песни, которую пели на открывшемся сейчас для нас хуридском языке В северной Сирии 3,5 тысячи лет назад И тогда там, как и сейчас, шла война Вы знаете, последние ужасные вещи, что там чуть не возобновляются Несмотря на перемирие военные действия Разбомбили конвой ООН, который проводил гуманитарную помощь Я сейчас не буду говорить, кто там замешан Кто виноват, кто может быть оплеветан Но так или иначе, бои идут А это то место, та область, за которую больше всего воевали хеты Древний народ культурный в Малой Азии Которым я занимаюсь профессионально уже много десятилетий Начиная с моей кандидатской диссертации Я занимаюсь хетами, потому что это самый древний из известных индоевропейских языков То есть тех языков, к которым относятся почти все языки основной части Европы В том числе и русский, английский, немецкий, французский и так далее Так вот, для этого всего мне нужен хетский язык Но я вам должен сказать, что когда я сейчас читаю газетные сводки о Сирии Я все время вспоминаю о том, что я знаю про Сирию Как там сталкивалась хетская армия с египетской И каждая сообщила в своих записях, которые до нас дошли по-египетски, по-хетски и в некоторых других языковых переводах Мы точно это знаем Египет считал, что он победил в борьбе Хеты считали, что они победили Но в конце концов в Библии упоминается хет Потому что в Палестине было известно, что в Сирии остатки хетов Уже когда давно рухнуло хетское большое царство А с другим языком уже, но тоже индоевропейским Тоже нашей семьи, тоже я им занимаюсь, лубийским С этим языком хеты продолжали хетскую традицию уже в Северной Сирии Поэтому все то, что сейчас газеты нам сообщают По существу повторение, но с другими языками, с другими этносами и так далее Но это по существу все повторение того, что длится уже три с половиной тысячи лет Не меньше Может быть и раньше что-то бы интересное там происходило Посмотрим, что нам скажет компьютерная археология Другая археология Все! Это то, что я рассказал в первой части лекции А теперь я позволяю себе перейти к второй части первой лекции И я начну излагать последовательно то, что я хочу, чтобы вы знали И при этом я сразу скажу, что в письменном тексте моей программы Будут указания на литературу Но я хотел бы, чтобы вы существенное чтение трудных текстов Других ученых, о которых я буду говорить И которые я вам дам в каждой лекции Маленький список основной литературы Большой список дополнительной литературы Я хочу, чтобы каждый из вас, слушатели Выбрал себе то, что ему ближе по характеру, по склонностям И написал для меня или реферат Или серию вопросов, что непонятно Или вопросы и критические замечания по моим лекциям Вот я на это все хотел бы отвести зиму Потому что, честно говоря, если я буду здоров более чем сейчас То я буду читать два курса лекций для американских студентов Поэтому зиму я не хотел бы сам заниматься с вами В основном, да, но могу время-то время По имейлу все время могу Но через имейл вы мне будете пересылать свои рефераты и свои вопросы И я буду готовиться к тому, чтобы весной Либо устроить скайп с вами Связываться непосредственно То есть я вот буду сейчас, как сейчас С вами говорить, а вы мне будете тут же отвечать Или задавать вопросы, это все весной Но до этого я хочу от каждого из вас, кто хочет усвоить этот курс Вы можете его послушать раз, другой в живом телевидении Будут доступны эти лекции Я очень хотел бы вас устроить соревнования по записи этих лекций Я бы хотел их обработать и издать в письменном виде Для этого мне нужно иметь хорошую запись Может быть вы друг с другом договоритесь Кто-то запишет одну лекцию, кто-то другую Но я бы очень хотел иметь квалифицированные и хорошие записи Не обязаны воспроизводить каждое мое слово Но общий смысл, чтобы я вспоминал, о чем мы беседовали Вот это мои планы на будущее Надеюсь, что к апрелю я поправлюсь, выздоровлю Приеду и тогда конец наших встреч Может быть в форме даже какого-то экзамена Мы для министрантов устроим в конце весны Вот мой такой план Так что вы работаете над этим курсом целый год Я в этом участвую Сегодня я начинаю подробный обзор всего, что будет содержанием моего курса Сегодняшняя часть первой лекции посвящена месту человека в космосе Это антропный принцип Такое название сейчас в нашей физике принято Антропный принцип, который очень важен для истории человечества Оказывается, залог для того, чтобы человечество возникло потом и развивалось Был дан уже в самом начале существования Вселенной Вы знаете, что... Такой спорный, неясный вопрос Математически вроде можно предположить Что существует много разных Вселенных В таком случае вводится новое понятие Латинский термин Мультиверсум Многовселенная В отличие от универсум Мы живем в одной Вселенной Это наш, то, что по-английски называется Юниверс по-русски Вселенной Великий русский математик и поэт Хлебников Пользовался русским термином Всемир По-видимому, первый, кто его ввел Был великий русский драматург Сухова Кобылин Который также занимался философией И у него были идеи всемиры Очень современные Это все был конец XIX века Россия вообще порождала всегда Какие-то основные мысли Хотя потом Людей, пройдивших эти мысли Истязали, бросали в тюрьму Пытали и так далее Тем не менее, русская наука сумела много сделать И будут делать еще очень много Что бы не сделали, как сейчас Для того, чтобы остановить развитие науки Так вот, я хотел бы сказать Что если мы принимаем Что мы живем с вами в одном из универсов В одном мире Про который физика многое знает Мы узнаем Что этот мир возник Больше 10 миллиардов лет назад Больше Я сейчас не буду вам говорить точных цифр Потому что все цифры получаются округленными Но это важно, что это 10 миллиардов Огромное, действительно, астрономическое количество лет И представьте Когда этот мир возник Произошел так называемый Биг Бэнг Большой взрыв До этого взрыва Из теории относительности следует Что Времени не существовало Время не имеет Математического смысла В уравнениях теории относительности Для времени До большого взрыва То есть на самом деле Вводится время И вы увидите Из всего, что я вам буду в разных лекциях рассказывать Что это крайне важно для человечества Потому что человечество существует во времени И поэтому очень важное понятие эволюция Но оказывается эволюционирует вся Вселенная Мы сейчас с вами доходим до таких времен Которые очень близки к большому взрыву Представьте, что наука Научилась технически Слышать Просто слышать Зафиксировать прибор Зафиксировать прибор Некоторые явления Которые Следуют сразу за большим взрывом Поэтому мы знаем Что-то о физических параметрах Физических характеристиках Вселенной В момент ее возникновения И сразу после И оказалось Что эти характеристики Так подобраны Я не имею в виду сразу доказывать Что кто-то это сделал Но почему нет Я не знаю Мы можем давать этому явлению Разные имена В зависимости от религии Которую вы хотите принять Или можете Быть против религии Но все равно тогда предположить Что была какая-то лаборатория С каким-то начальником Который хорошо работал И они может быть жили в другом мире В другой части этого мультиверсума То есть со множеством многих разных вселенных Если действительно это правильная идея Это гипотеза пока Мы пока другие вселенные не знаем Но будто бы они есть Так говорят в математике Из уравнений следует Что есть другие вселенные В одной из них Может быть Я для тех Кто не любит религию Скажу такой компромиссный вариант Что действительно есть Некая организованность Во всем Что наука открывает Все движется по определенным законам Поэтому ученые Научными фактами Ставятся перед необходимостью объяснения Почему в мире все Кроме нашей несчастной человеческой жизни И безобразных фашистских государств И так далее А все вообще Во вселенной устроено Очень непродуманным Рациональным образом Который Человечество часто нарушает Но это частные наши особенности Мы должны сами О себе О каждом из Самих себя Подумать И отдать себе Отчет в том В чем мы виноваты Перед Нашим Будущим И в чем Быть может В этом виноваты Прошлое В прошлом я буду С этой точки зрения Копаться И значит Я возвращаюсь К прошлому Я возвращаюсь К большому взрыву Современная физика Установила Почти все физики Крупные с этим согласны Но в разных вариантах Но установила Что к моменту Большого взрыва Вселенная имеет Начальные точки Для развития Потом она начинает Эволюционировать Вводится время То есть вводится движение Во времени От прошлого К будущему В этот момент В самом начале Основные параметры Вселенной Делают возможным Появление Разумной жизни Ну что я имею ввиду Знаете я вам приведу Пример который Покажется банальным Я лично знаком На конференциях Общался Беседовался Одним из наших Замечательных Современников Он англичанин Вы знаете Англия Очень консервативная Страна Вы знаете Что там Сохранилось Королевство Я думаю Вообще Это неплохой способ Избежать Негодяев И бандитов Во главе государства Как случилось В фашистской Германии Во многих других странах Сохранить Условное королевство Эта условность Сохраняется С очень старыми Обычьями И такой обычай Наблюдать за Звездным небом Ради царя Вы знаете Я знаю Примеры Древних текстов Которые Описывают Что у царя Есть При нем Астрономы Звездочеты Это китайские Тексты Второго тысячелетия До нашей эры То есть Пять тысяч лет назад Уже была Обведена Долг Значит Были Священные цари И при священных царях В некоторых местах Земного шара Были обязательно Звездочеты Которые обязаны Были наблюдать За небом Наблюдение за небом Это вообще Одно из самых Древних И удачных Успехов Человечества И сейчас Мы очень много Делаем Вот мой коллега Как я член Действительно Член Российской Академии Наук Кардашов Огромную работу Сделал С помощью Наших Замечательных Специалистов Он создал Такой Телескоп Который Поднят Нами В небо И который Получает Очень много Результата Это очень важная работа Мой Английский Друг Мартин Рис Написал по-английски Книгу Популярную Для широкой Публики Она называется Just Six Numbers Только Шесть чисел Это шесть чисел Которые определяют Начиная С создания Вселенной Начиная С Биг Бэнг То есть Начиная С времени Больше Десяти Миллиардов Лет С этого Времени Начинается Развитие Которое В конце Концов Приводит К возникновению Разумной Жизни То есть К появлению Не просто Человечества А к появлению Ноосферы Человечества Того Чему Посвящены Будут Мои лекции Значит Мы Все Результат Такого Огромного Длительного Развития В нем Конечно Были Ошибки Были И совершаемые Людьми Преступления Все это Достаточно Трагичная Картина Я от вас Ничего не буду Скрывать Буду Говорить Все что я на эту Тему И на многие Другие Думаю И надеюсь Что вы Если со мной Не согласитесь То выдвиньте Какие-то Собственные Доводы В пользу Того Что я ошибаюсь А существуют Другие Более правильные Дочтения Пожалуйста Но обдумайте Сначала То что я вам Расскажу Ну Как Понять Как Прокомментировать Вот то что я Только что Сказал То есть что Существует Несколько Основных Факторов Несколько Чисел Которые Вот Мартин Рис Рассматривал Я приведу Один из его Примеров Очень простой Один Из шести Это то что Мы живем В трехмерном Мире Представьте себе Что если бы Мы жили Скажем В двумерном Мире То нам Было бы Очень трудно Мы были бы Как бы Частью Мультипликации Да Вот нас Нарисовали На бумаге И мы На этой бумаге Движемся Как Герои Мультипликации И потом Придумываем Мультипликацию Она существовала До того Как стало Возможным Что-то Показывать Трехмерно Да А сейчас Уже и компьютеры Работают Трехмерно Вот я сказал Об этом Израильском Открытии Основанном На трехмерном Подходе К беремен Текст Значит То что Мир Трехмерен Это Одна Из Основных Черт Мироздания Которые Делает Возможным Нашу С вами Жизнь Ну есть Многие Другие О которых Я по ходу Дела Буду Вам Говорить Звезды Эволюционируют В определенном Порядке Если хотите Прочитайте Книгу Покойного Моего Друга Начина Корреспондента Академии Наук Шкловского Вселенная Жизнь Разум Он был Специалистом По звездам Делал Интересные Открытия В этой области Я говорю Что Это область Которую Традиционная Русская Наука Очень много Сделала Как и вообще Во всей Современной Науке Конечно Колоссальная Роль Русской Науки Я буду Это часто Повторять Не из-за Ложного Патриотизма Который Я абсолютно Отвечаю А потому Что я считаю Что Россия Действительно Великая Страна Которая Гордится Великой Наукой И попытки Подавить Эту науку Которая Развита Последние Годы Отвратительно Я не буду Скрывать От вас Того Что я Испытываю Именно Негодование По поводу Того Что Науки Перестают Давать Деньги Не понимая Что наука Это не просто Подготовка Тех Ракетных Самолетов Которые Потом Будут Уничтожать Врачебную Помощь Какой-нибудь Воюющей Стране Наука Делает Более Интересная Вещь И мне Просто Отвратить На то Что Науку Пытаются Использовать В злостных Целях Но для Этого Используют Те деньги Которые Отнимают У всех Нас Налогоплательщиков Мы Обязаны Деньги Платить Неизвестно Кому Потом Может быть Некоторые Из владельцев Предприятий Которые Незаконно Используют Деньги Кончают С собой Или Их Убивают Но Тем не менее Это все Происходит Деньги Уходят А Великие Идеи Не Развиваются Их В России Останавливают Великого Генетика Вавилова Который Подготовил Полную Замену Устаревших Методов Сельском Хозяйстве Его Убили В тюрьме В тот Момент Когда Вы Избрали Почетным Членом Лондонского Королевского Общества Во время Второй Мировой Войны Он Умер От Голода В тюрьме В одном Из Привонциальных Городов После Унизительного Процесса Над ним По доносам Мерзавца Лысенко Которого Поддержал Сталин Вот Любите Сталина После этого Теперь Я хотел Бы Вам Сказать Что Развитие Шло Сложным Образом Через Развитие Звезд О котором Почитайте Ушкловского Но можно Почитать И во многих Других Популярных Книгах Очень хорошая Популярная Литература Есть по Астрономии Астрофизике По изучению Космоса И там подробно Излагается Антропный Принцип По-видимому Антропный Принцип Не новый Первые Зачатки Его Есть уже В высказываниях Эрнфеста Эрнфест Это крупный Физик Судьба Которого Сложилась Несчастным Образом Он Был Связан Одновременно С Россией В том числе В самые Трудные Годы После революции И был Связан С Германией Где Как понимаете Развитие Тоже шло Политически Не в лучшую сторону Эрнфест Жил Интересами Этих Двух Стран И когда Там Все стало Просто Трагично Он Покончил С собой И вот Этот Замечательный Человек Замечательный Ученый В 17 Году Нащупал Основы Антропного Принципа Это Не моя Мысль Это мысль Андрея Дмитриевича Сахарова Сахаров Наш великий Физик Который Много Работал На страну Был Лауреатом Трех Сталинских И Ленинских Премий Вы знаете Что он Изобрел Новый Отличный От американского Способ Ну Добычи Очень Большого Количества Энергии На чем Военные Негодяи Основывают Принцип Водородной Бомбы А в природе Это тот принцип По которому Нас освещает Солнце И так далее И сейчас Мы все Работаем Над Идеей Создания Некоторых Устройств Которые Основаны На этом Недели Недели Своей Жизни Своей Женой Светланы Леонидной Провел В Сухуме В момент Когда там Случайно Оказался Давно Мне знакомый И друживший Со мной Сахаров И родители Моей жены Которые Которые Были близкими Недели У него было Очень много Отисков Ему И в Горький Посылали Их Это было Возможно И Он мне сказал Что оказалось Так много Отисков То пришлось Отправить Потом Из Горького В Москву 25 почтовых Ящиков Таких Специальных Ящиков Для Перевозки Отисков Статей И так далее Я его спрашиваю Сколько человек В мире Может этим Заниматься Он мне тогда Сказал Что тогда Значит Примерно Начало Горбачевского Времени Когда я был Как и он Избран Народным Депутатом От Академии Наук Нас выбирал Примерно Миллион Людей Потому что Тогда Академии Наук Давали Много Денег Военные Давали Деньги Поэтому Наука Процветала Действительно Процветала И В это Время Сахаров Подвергся Очень Большим Гонениям И Их Прекратил Только Лично Горбачев Своим Мешательством За что Спасибо Михаилу Сергеевичу Михаил Сергеевич Горбачев Наш современник Слава Богу Еще жив И мы все Должны Постоянно Помнить Что Все хорошее Что есть В нашей жизни Связано С эпохой Горбачева Который Который Прекратил Появиться Что Потом Она Может Погибнуть По Прихоти Какого Негодяя Который Как Настоящий Бандит Награбит Что-то А потом Хочет Пожинать Плоды Ну Может быть Иногда Увлекается Какими-то которые мне, к сожалению, недоступны. Я не занимаюсь спортом, поэтому не могу быть увлечённым олимпиадами. Возможно, это существенное моё упущение, но из-за этого не все увлечения бандитов я разделяю. Я хотел бы сказать, что Сахаров не просто занимался историей антропного принципа, он написал о нём статьи. Я слышал его лекции, которые он прочитал для нашей маленькой компании, меня, моей жены Светланы Леонидовны. Это младшее поколение. Старшее поколение был сам Сахаров и его жена Елена Георгиевна Боннер. И, наконец, родители моей жены Раиса Орлова и Лев Копелев, которые вынуждены были эмигрировать в Германию лишилим советского подданства по вине Брежнева и тогдашнего руководства. Сахаров с нами вместе в Сухуме об этом много разговаривал, и некоторые из нашей компании стали говорить, ну что, вот вы всё только мне, Иванову, рассказываете, а вы всем нам расскажите. И Сахаров нам прочитал две лекции, которые моя жена тогда записала. Во всяком случае, один текст из сахаровских популярных лекций по физике у нас сохранился дома. И в замечательном Сахаровском центре мы стараемся сохранить память о Сахарове как о великом человеке. И поскольку я вам сказал и остался сомневаться, правильно ли я делаю, что вы меня знаете в роли, ну, учёного, популяризатора науки, но вы не знаете, что я пишу стихи, а я вам сейчас прочту церковление о Сахарове Сухуме. Я вам сказал, что до нас доходит след того времени, когда Вселенная возникла, когда появилась наша Вселенная вот с этими возможностями будущего развития звёзд, потом планет, потом оболочки планет, потом разумной жизни и потом человека, и иного сфера, создания человека. Вот оказывается, Сахаров показал очень много в этом. И это его статьи, напечатанные в то время, когда он был в ссылке. Мне пришлось близко знать и потом даже в конце его жизни дружить с великим нашим физиком, Нобелевским лауреатом Петром Леонидовичем Капицей. Я дружил со всей семьёй, мой близкий друг был его старший сын, недавно умерший, вы его знаете по программе «Очевидное невероятное». Пётр Леонидович Капицей был главным редактором журнала по физике, куда Сахаров посылал статьи из своей ссылки в Готком. И он их сразу печатал. Он мне говорил, что секрета нет. Сахаров ссыльный, он находится в Готком под надзором полиции, и все кругом боятся его. Его очень мало людей там навещало, он потом мне рассказывал. Но некоторые наши общие друзья к нему туда ездили. То есть физически его увидеть можно было. Он гулял, ходил по улице, но большинство людей очень боялось. Даже те, кто из академиков не были совсем перепуганы, совсем перепуганные подписывали письма, которые потом газеты печатали на первых страницах, где они проклинали Сахарова как антисоветчика. А менее испуганные всё-таки боялись его навещать. Так что даже его коллеги по физике в очень малой степени с ним поддерживали отношения. Но отношения поддерживали учёные других стран. Сахаров мне на мой вопрос сказал, что этой проблемой тогда занималось 10 тысяч физиков. Примерно. Наука богатая. Её во многих странах поддерживают. И поэтому она достигает очень больших результатов. Наш крупнейший специалист вот в этой области, о которой я рассказывал, это Линда. Я с ним хорошо знаком, мы вместе в одно время. Я в течение трёх лет, а он до сих пор. Мы работали в Стэнфордском университете. Это Пало-Альто, недалеко от Сан-Франциско, тоже в Калифорнии, как и в Лос-Анджелесе, где я сейчас 4 лет. Так вот, Линда создала свою очень интересную инфляционную теорию, по которой Вселенная как бы сжимается и разжимается. Но так или иначе, одно из её разжатий – это и был Биг Бэнг. Теория Линда пользуется большим успехом во всём мире. Недавно он получил специальную премию от норвежского короля. Не чувствую, чтобы Россия соревновалась с норвежскими королями. Как-то этого нет. Видите, короли и в Норвегии, и в Англии оказываются связанными с астрономией. Мой друг Мартин Рис имеет официальный титул «Астроном Её Величества». Её Величество – это действительно великая королева Англии. Великая хотя бы потому, что она поддерживает занятия Мартин Рис. Он занимается тем, что было больше 10 миллиардов лет назад. Но какая-то часть бюджета Англии уходит на эти занятия. И никому не приходит в голову попытаться закрыть, как вот на протяжении последних лет пытаются закрыть нашу Академию наук. И поэтому люди, как Линды, вынуждены работать в других странах. И, наверное, лучше бы и полнее почувствовали бы, что они нужны, если бы они действительно были признаны у себя на родине. Я буду стараться вам рассказать и о таких людях, которые недооценены, как уже упомянутые мной писатели Раиса Орлова, Лев Копелев, Линды, крупный физик. Люди разных специальностей, которых негодная русская власть усылает за границу. Или политически, или финансово, если правительство само крадет деньги, то те, у кого деньги украдены, обычно уезжают из страны. Вот, пожалуй, что я слишком уже много и очень воинственно вам рассказал о предыстории человечества физической. А теперь я скажу, что я в следующей части этой лекции, уже в третьей из тех, которые вы сейчас будете слушать, и это будет первая половина второй лекции. Я рассматриваю вопрос биосферы и ноосферы. Значит, биосфера – это сфера жизни вообще. Вы знаете, очень ценные последние открытия, поразительные. Вы знаете, что из больше, чем 11 миллиардов лет жизни Вселенной, 4 или больше всех миллиардов – это время существования Земли. По самым последним открытиям, по-видимому, правильным, жизнь начинается почти с самого начала на Земле. Поэтому то, что я вам расскажу о биосфере, о сфере жизни, тоже будет содержать много последних открытий в области исторической биологии и биологической эволюции. И дальше я вам расскажу о том, как двигалась жизнь к разуму, каковы были первые биологические предки человека, но кончая такими, как шимпанзе, гориллы и некоторые вновь открытые предки человека. Это будет содержание следующей лекции. А за то, что вы все прослушали мою лекцию, и даже когда я высказывал, может быть, для многих спорные или неприемлемые мысли, вы мне не очень мешали. А в случае из своего далека я могу вам сказать, что я очень признателен всем, кто меня слушает, и кто, я надеюсь, часть того, что я рассказываю, запишет, даже если будет несогласен со многим из того, что я говорю мне, критика будет интересна и полезна. Еще раз большое спасибо. Спасибо.